В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся круглый стол по проблемам инвалидов по зрению. В нем приняли участие активисты партии, а также руководители общественных организаций, объединяющих в своих рядах людей, имеющих различные ограничения по здоровью. На встрече обсуждались вопросы социальной помощи инвалидам, предоставления медицинских услуг, создание условий для адаптации слепых и слабовидящих людей в современном городском пространстве, формирование для них комфортной, доступной среды. В рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» колоссальная работа и результативная работа проводится в том числе для улучшения качества жизни представителей общества инвалидов, общества слепых, общества малоподвижных и так далее. И вижу, общаясь с представителями этих обществ, что работа действительно проводится не зря. Люди пользуются теми благами, теми возможностями, которые им предоставляются. Антон Малинин отметил, что работа по оказанию помощи инвалидам по зрению продолжается. Были взяты на заметку несколько вопросов, которые обсуждались на круглом столе. Так, например, один из них – улучшить работу целого ряда маршрутов пассажирского транспорта, а также отрегулировать запись на прием врачам общей практики. Сейчас в нашем муниципалитете в общество слепых входит 217 человек. В основном это пожилые люди. Участники круглого стола с благодарностью отзывались о заметном улучшении в Щелкове организации дорожного движения, позволяющей людям с недостаточным зрением увереннее ориентироваться в городском пространстве. Так, на массовых перекрестках светофоры оснащаются звуковой сигнализацией. Недостатки устраняются, а хорошие. Я говорю, вот приезжают ко мне из области, мои коллеги, и из регионов. Им очень благоприятный город, очень им нравится. Все, говорят, мы к вам, ну к тебе будем приезжать. Не последний раз, как говорится. На круглом столе отмечалось, что в медицинских учреждениях округа создана эффективная система лечения слабовидящих врачами-офтальмологами. Кроме того, организации и предприятия чаще стали размещать информацию в виде понятных слабовидящим тактильных надписей. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.